Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в СУКО, Кипарисовое озеро. У меня вот собрались наши москвичи и сказали, что мы хотим посмотреть на Кипарисовое озеро. Девчонки взяли самые минимальные купальники с собой и сказали, что будут плавать вокруг кипарисов. У них, по крайней мере, есть такие надежды. После... О, кстати, познакомьтесь, как тебя зовут? Карина. Карина сказала, что у нас мило стало. Кем? Соска. Соска-нереалка. Это молодежный слэнк. Мы что-то не понимаем. Мы все думаем как-то по-другому. Почему-то Мила обиделась из-за этого, побледела. Мне кажется, она не так поняла значение слова «соска» просто. Что есть? Я чувствую, если мы сейчас разобьем эту тему, то мы никуда с вами не пойдем. Ждем вас в комментариях. Как вы понимаете слово «соска»? И должна ли Мила обижаться? Едет, он загордится. Это почетная свадьба. Да, есть. Подождите, корону поправлю. В общем, друзья, как сюда добраться? 109 маршрут из Анапы. Написано на нем будет «суко». Если сядете на Большой Утрич, уедете немножко по другой дороге. На машине сюда приезжать можно. В основном здесь парковки по 200 рублей. Туда дальше, я скажу, будет подороже. Немножко, по-моему, 400 или 500 стоимость машины. Мы припарковаться умудрились бесплатно. Я на самом деле офигел. 10,25, а здесь практически нет трафика. Это удивительно. То есть что-то место стало как-то непопулярно. Что там с озером-то произошло? Вот девчонки собрались плавать вокруг кипарисов. Получится у них? Слушай, что это с ней? Она обидела, что ее соской не назвали? Вообще, я не знаю, что произошло. Друзья, отправляемся в путь дорогу. Все девочки зарядились позитивным настроением. Слушайте, нам повезло. Мы как-то приехали, после нас все приехали. Здесь поесть можно. И вот тут находится вход. То есть можно прям туда заехать на парковочку, поближе встать. А можно проехать прям к самому озеру. Ну, соответственно, ценник будет дороже. С левой стороны тоже есть парковка. Здесь мотоцикл и соточка. Легковой автомобиль 250. Автобус 500. И автобус 80 рублей в день. То есть это какие-то посадочные места отличаются. Вот такая вот парковка с этой стороны. И мы проходим дальше. Но, повторяюсь, туда тоже есть возможность заезжать. Если вы хотите проехать сюда на машинке, прям до озера будет стоить 600 рублей. То есть три раза дороже, чем там можно самую бюджетную парковку. Но мы вообще бесплатно остановились. То есть, в принципе, здесь есть также стоимость услуг парка. Прочем стоимость аренды, беседки, лодки, катамараны. То есть все подписано. Весь пресс-курант обозначен. Продается мороженое. Но также люди сюда, экскурсионные автобусы приходят. Потому что здесь есть и дневная программа рыцарского турнира. Также недалеко находится африканская деревня. Есть парк, где можно полазить на всяких вырывочных лестницах. То есть вообще в этом месте расположено очень много разных экскурсионных маршрутов. Также есть здесь вино тамани. Дегустация. Попить, попробовать. То есть все, что вам только может захотеться и понравиться. Друзья, то есть выбор довольно-таки большущий. И также за этим зданием находится место с бассейнами. Есть бестро, где можно перекусить. Нас ждет впереди небольшой маршрут, который нам придется преодолеть, чтобы дойти до озера. Так как мы приехали бюджетно, не тратим деньги и отдыхаем с удовольствием. Туда на рыцарский турнир советую. В прошлом году я в прямом бутыре показывал его. Было очень классно. Представление здоровское. В этом году что-то не получилось так до них добраться. Но надеюсь, что мы обязательно еще как-нибудь пересечемся. Тут гоняют вот такие машины. Слушайте, они пытаются как можно больше заработать. Поэтому скорость стала какая-то бешеная. 50 рублей с человека взяли. Но мы идем пешком. Москвичи решили худеть по райам. После ваших комментариев, что вы им писали, какие они толстые, какие они некрасивые, скучные. Что еще писали? Да, что на Харламу похоже. Женя. А, ты еще у себя хот-дог Харламова все-таки попробовал, да? Да, да, да. Люблю хот-дог. А мы, кстати, не попробовали этот Харламовский хот-дог. Надо сходить попробовать. Он же на правей, по-моему. Да, да. Ребята, если кто-то ел сосиску от Харламова, пишите. Вот наша соска пробовала. Тебе понравилось? Нереально. Она объясняла. Мила! Это претензия. Вила! Меня зовут Вила. Это не ко мне претензия. Это не я так кричу. Это молодежь сказала. Ты просто огонь, баба. Ты просто не знаешь значение этого слова. А ну, расскажи значение этого слова, чтобы ни у кого не было вопросов. Да, ну просто такая девочка с Асмеликаном. Персик. Если по-армянски. Это ты когда выучила такое? Не знаю. Дома сидела? Слушай, потом вверху видно, кто твоя мама сразу. А вот не знаю, вы похожи. Да, Джаник? Ох ты ес, смотрите, тут внутри машина летает. Куда так спешат? В общем, идем. Пока идем, болтаем. Здесь еще ленивцы едут. 600 рублей отдали. Автобус, кстати, невозможно, стоит больше. И еще одна машина. Вот по 50 рублей. Кого есть лишний билетик? Возьмите нас. Хотя здесь идти, ну совсем чуть-чуть. Ну, прикиньте, сколько там. Человек 20 садится, да? Машинку. 20 тысяч. Туда тысячи обратно. 5 минут. Ой, говорит, 3 минуты. Ты много играешь в компьютерные игры? Нет. Откуда у тебя сленд такой там? Туристов что ты сказала? Скамят на деньги. По-русски не умеешь разговаривать? Умею. Это сейчас, в принципе, входит в моду просто. А давай вот говорить, что они делают с туристами по-русски? Они их обманывают. Почему обманывают? Ну, потому что идти не так далеко, а стоят 50 рублей. Папа, ты готов был отдать 50 рублей, чтобы не идти так далеко? Да. Да, так что туристам предлагают. Ну, все, хорошо. Мы можем тебе, кстати, это... Мы тебе можем устроить туда-сюда бегать и экономить деньги. Короче, ты представляешь, ты каждый раз будешь пробегать и чувствовать, что ты 50 рублей сэкономила. А туда-обратно 100. Он уже летит обратно, ребята. Да вот такой ощущение, просто вытряхнул. И ты меня обратно с девушкой. Обратно с девушкой. То есть прошло минуты, я думаю. Я 3 минуты загнул, что туда-обратно. То есть времени уходит гораздо меньше. В общем, деньги косят как могут. Дай бог. Самое главное, чтобы вы поплавали вокруг кипарисов. За тысячу и я вас на горбе подвезу. Неси меня, я тебе дам тысячу. Я готов хайпануть. Меня подписчики поддержат, да, ребятки? Наверное. Ребята, вы не хотите в африканскую деревню? Тут есть поворот не туда. Не на кипарис озеро. Можно зайти, там будут африканцы, которые будут вам танцевать. Развлекать, петь. Там бамбуча, бамбуча. Что-то такое. Ты думаешь, что ты поменяешь Харламова на африканца? Я думаю, что мы уже все видели на Дийском пляже. Нас ничем не удивить. Это опасно? Да, да, да. Ну, как бы вы удивились там на Дийском пляже? Я думаю, шанс удивиться в африканской деревне тоже есть. В общем, друзья, мы отсюда уже начинаем видеть кипарисовое озеро. Рядышком оно. Красивая реклама африканской деревни. Посмотрите, очень круто смотрится. Я вот когда-нибудь, наверное, схожу. Здесь есть, кстати, возможность спуска. Зиплайн называется. И здесь машина еще дождаться людей. Поехала полненькая. То есть этот более хитрый. Тот посадил одну девушку и поехал. И смотри, какой красавчик. У него есть целая машина. А мужик насобирал на бабла себя и поехал обратно. Вот так вот и живут. Слушайте, он еще раз вернулся за это время. Блин, как это быстро у него происходит, а? То есть пока мы идем, он отвез две машины в ту сторону. 600 рублей можно заехать сейчас. Не знаю, в прошлый раз, как вас пустили. Может, вы случайно просочились. Здесь, видите, парковка. Приехать к озеру на своей машине можно целиком за 600 рублей. Мы подходим уже к самому озеру. С левой стороны здесь есть дамба-бар, на который можно прийти, что-нибудь съесть. Также здесь есть пляж с лежаками. Ну и, собственно, озеро. Здравствуй, Кипарисовая, Суко. А там за углом находится сама Кипарисовая система красоты. Единственная в России. Почему? А там трава, смотри. Так мы же с той стороны садились. Вы переживаете, что не доплывете? Ну, в траве забудете. Да нет, с той стороны раньше садились нормально. Почему с той вот здесь? Почему с той вот здесь садились? И так, люди что, ребята, вы в курсе, что к Кипарисам не подплыть? Нет, мы бы рали катамаран на катамаране. А раньше было, да? То есть сейчас всем так же обещают, говорят, приезжайте, ребята, и катайтесь возле Кипарисов на катамаране, либо на лодочке. Видите, что там всего лишь две лодочки катаются, а раньше все использовали, потому что можно было кататься возле Кипарисов. Вот эта граница, граница берега, она была где-то метра три, сто процентов, больше даже. Смысл какой, что озеро пересохло, Кипарисам не подплыть, и когда люди приезжают и понимают, что не доплыть до Кипарисов, немножко чувствуют, что их кинули. Ребята, будьте готовы, возле Кипарисов воды нет. Мы сейчас туда пройдем, вода ушла, потому что построили много всяких разных домов, говорят, из-за того, что качают из землеводу, и озеро не может набрать большой уровень водички. Вот такие дела. Вон зиплайн, видите, пролетает над головой. Дай бог, чтобы все было хорошо. Тут ходят с экскурсиями, рассказывают что-то интересное. Откручная работа, браслет, дяки, что только нету, ребята, посмотрите. Также очень много разнообразных туристов, руссот туристов. Купание, самое интересное, запрещено, при этом стоят лежаки и купаются люди. И заодно здесь, знаете, нету шторма. Вот, кстати, можно на Кипарисе съездить, пока будет шторм, друзья. Ну, кассу цены я все показывал, так что, если вдруг вы не разглядели, поставьте еще раз на паузу, чтобы точно отрунуться в цены. То есть, и туда наверх поднимаются люди и слетают уже на зиплайне. Машинка, пока мы здесь идем, еще одна приехала. То есть, косят деньги неплохо. Даже интересно, хотя идти, ну, честно, недолго. Корм для рыб в озере продают, ну что, рыбок там действительно много. Фричка по 200, бугер 350, хот-дог 250, фреши перси 250, наггетсы 350. Такие вот цены на еду. И также есть разные сувенирные продукции, которые можно купить. И детская площадка, где ваши дети могут поиграть. И девчули фоткающиеся. В общем, красота и великолепная везде, дорогие друзья. Махито, большое маленькое кофе. Везде люди, 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 люди. То есть, ты переживаешь по этому поводу? Я переживал все за эти растения, потому что я помню период, когда пожарные машины даже подвозили воду. И бедолага этих, кто поливали. Почему это? Ну, природа, наверное, и температура. Нет, воду. Воду откачивают. Ребята, мне разрешите. Ну и вопрос. Вот мне будет по ценникам. И очень. То есть, все съедают, раскупают. Мне показалось, что туристов немного, но, оказывается, нет. Просто многие не доезжают. И нам повезло, что мы стали на бесплатную парковочку. Есть здесь вот такая стела озера. Очень интересно с ней фотографироваться. Советую, если что, вдруг. Потому что от нее можно сделать фотку, в которой будут видны кипарисы через даже букву О. Представляете? Вот они. Первый вид на них. И через буковку О мы видим кипарисы. Все, я заразил девчонок, они пошли фоткаться. Что-то мне кажется, ты не так сделал это сделать. Ну, я бы с той стороны. Право на левую. О, о, все, набежали. Я смотрю, Мила не понимает, что мы здесь делаем. Кипарисово озеро. Какой город? Город Клин. Хороший отдых вам, ребята. Спасибо. Что к нам приехали и хорошего отдыха. Спасибо. Наши подписчики есть везде. То есть, вот они, беседки, как выглядят. Ну, что, как они напишут комментарий такой? Пиши, пиши. На меня наговаривают тут, короче, люди. Между ног. Почему за ноги? Это не комментирует видео, как я вчера ее спасал. А, спасал. Знаем. Это по мнению комментаторов. Надо думать. Нет, так предложите, за что взять женщину, чтобы вытащить из грязи. За твою. Да мне кажется, за что не возьми, там напишут. Он, кстати, уже деревья видит. Харвамов, покажи, как надо. А ты сразу бегаешь еще? Нет. Пишики. Вы видите, посыпи. Юля сам спрыгнет. Ребята, что вы делали в лесу? Краткий экскурс. Что это за ягода? Там туалет был в другом месте. Зачем мы в лес полезли? А где ты нас там повел? Не, ну некрасиво ходить в туалет в кусты. Ну, серьезно, когда есть платные. Что-нибудь, сэкономили. Ну, мы за тобой пошли. Кто повел туда, пошли. Твоя экскурсия эта. Харвамов, как ты бог. Мы же подождали, пока ты сходил в дом. Слушайте, это прям огонь. Ну, в общем, прокат лодок, катамаранов. Мы идем дальше по дорожке. Обсудили все важные темы. У нас есть вода? Да. Да, все хорошо. Я просто спросил, есть или нет. У нас холодная вода. Самое главное, не смотрите на разочарованные лица тех людей, которые возвращаются. Они явно не увидели то, что хотели. Идите с настроем с хорошим, позитивным. Идти, кстати, можно как по вот этой дороге, так и пойти по берегу. Везде тут есть такие спуски к беседочкам с мангальчиком. Так что все хорошо. Интересно, что-нибудь найдете. Тут впереди будет смотровая площадка. Что ты сказал? Я говорю, дайте сразу Юре воды. Мила сказала, не буду я больше ничего Юре давать. Пусть засохнет. Я взял добрых москвичей с собой, чтобы вы понимали. Друзья мои. Возле каждой беседки есть мангальчик. Этих, кстати, по 2 500. Вообще шикарное место. Дорого лично для меня. А, тут еще записано забронировано. Но беседка топовая. И из нее видно кипарисы. О, топчик. Крутик, да? А там можно какое-то посмотреть? Ну, можешь туда дать сесть бесплатно за беседкой. Не обязательно пользоваться их столом. И тоже смотреть на всю эту красоту. У кого есть 2 500? Да ладно тебе. Все, ладно. Смотри здесь. Подъемки. Ты сейчас давай, ага. Ты поднимай повыше, пожалуйста. Это вот они специально. Знаете, вот лишь бы привлекать внимание эти женщины. Не знают, где лифчик или стегнутся, трусы упали. Там еще что-нибудь. Никто не виноват. Ну, было же. Было же. Наговаривает. Мы решили, что надо все-таки подняться туда наверх. Хотя можно идти вот здесь снизу, вдоль озера. Потому что там будет очень красивое. Что ты увидела? Ничего, ничего. Все хорошо, Юр. А комментарии читаешь? Да, я комментарии читаю. Уже я на всю страну известная. Да там все 3 тысячи человек послали. Ну, что ты вот думаешь? Да вообще, конечно. Сказали, что нехорошо женщину брать между ног. Как ты можешь это прокомментировать? Хорошо тебе было вчера или нет? Можно без комментариев? Покажи себе хорошо. Ну почему? Я только могу показать, как это было хорошо. Все это видели. Криминалист смотрел. Все это видели. Все это видели. Да? Отпечатки-то сняты. В общем, меня подставили, ребята. Я ее спас. Они мне говорят, Юра, тебя посадят. Тебя посадят, Юра. Да, мы тебе будем писать в Инстаграм. Я сухарики буду сушить, не переживай, Юр. Я тебя буду спасать. Так, ладно, мы про экипансию рассказываем. Пошли мне. Что-то перешли на какую-то не ту тему. Мы комментируем просто, ребята, шорт, который уже вышел 100%. Ну, может быть, и видео уже вышло. А потом выйдет про экипансия. Поэтому глядите и наслаждайтесь. Двигаемся дальше. Здесь, как я и Габрил, с левой стороны будет место. Очень фотогеничное. С которого я вам советую сделать красивые фото. Тут много беседочек, я тебе так скажу честно. Лавочки стоят, деревья и такая вот какая-то китайская арочка. Ну, полуголые мышики позируют. Отсюда тоже очень красиво фотографироваться, потому что открывается великолепный вид на сани Кипариса. Ну, и отсюда уже конкретно видно, что озеро пересохшее. То есть вокруг Кипарисов не поплавать на лодочке. Так что имейте ввиду, когда выбираете маршруты. Ну, тоже красиво, интересно. Сейчас зайдем поближе, покажу вам их. Евгений А.К. Харламов, короче, опять побелел. Что происходит с твоим папой? Белился. Это встреча с ним. Я посидел уже. У тебя молодежного сленга для этого никакого, нет? Не знаю. Бахнем мы 21+. Сейчас. Сметанился? Да, мы помазали сметанкой. Это максимально современный сленг, который я мог выбрать в данный момент. Так что, кто спрашивал, что с ним, почему он белый, обсметанился. Позорвай. Вот здесь, смотрите, очень круто. Заходим, такая как бы лощинка и выход к озеру. Тоже везде беседки, беседки, беседки. Красотища. Берегите лес от пожара, чтобы он не пострадал. Это тоже очень-очень важно. Знаете, в Анапе такое озеро Риц на минималках. Тоже какие-то дороги вдоль озера. Пока с кипарисами и совсем маленькая. Красотища. Мы доходим до конца этого маршрута. Здесь еще есть такой спуск. Там тоже беседка находится. Люди просто сидят, перекусывают. А дальше перекрыто такой цепочкой, чтобы никто не проезжал. Здесь бетон заканчивается. И мы уже идем по дорожке такой как бы натуральной. Которую сами вытаптывают здесь люди. А раньше здесь спокойно машины ездили. До сюда было интересно даже в чем-то. Сейчас этого уже нет. Магазинчик, кстати, тут был. Но что-то сегодня не работает. Странно. И здравствуйте. Кипарисы впереди. То есть озеро очень сильно пересохло. Я настолько пересохшим, его еще никогда не видел. Потому что максимально, по-моему, вот где девушка сидит. Я до сюда видел. Обычно вода стояла. Сейчас воды нету. Кипарисы никто не поливает. Но они чувствуют себя великолепно. Главное, не топчетесь по ихним корням. Послушайте информацию. Помолчи. Про корни ничего не сказал. По корням тоже топтаться нельзя. Вы слышали? Нет, мы знаем, Юр. Только галушом можно залезать на ветки деревьев. Они не ломаются. Нет. Вы тогда обезьяны. Мы нудисты. Мы нудисты. Все, друзья. Мы отправляемся до Кипарисов. Посмотрим, что здесь есть еще по пути. Интересного и неинтересного. Ну, купание в озере, не знаю, не обещаю. Потому что что-то совсем маленькое стало. Как-то не особо интересно. Я бы уже какую-нибудь скважину где-то здесь делал, чтобы наполнять петербург водой. Кипарисы стоят себе. Отлично. Они хоть и болотные. Но в этом, говорится, плане у них все хорошо. Это насчет того, что у нас влаги не хватает. Чтобы вы понимали, в хорошее время бывает, что вода доходит вот так вот по берегу даже. Вы еще люди сюда приезжают, купаются. Большущие водоемище. Ну, сейчас не так. К большому сожалению. Я тут как-то раз заплыв зимой устраивал. Среди катамаранов и людей в шубе, когда возле Кипарисов сел. Вода можете найти. Это видео на канале было довольно-таки интересно. Ну, а сейчас жара и прям дно утоптано. Правильно Девушка говорит, идем по дну озера. И подходим к самой красивой части его. То, ради чего сюда приезжают туристы, сделать великолепные фото на фоне болотных Кипарисов. Когда был трафик сюда большой, никто даже об этом не задумывался. Что, как, почему сейчас даже когда катались катамараны вокруг озера, они побили прям стволы очень сильно бортами. Хотелось, чтобы этого не происходило. Вот, девушка делает супер селфи. Еще одна девушка. Что, все? Хоть вокруг обойди Кипарисов. Я походку. Я уже в прошлом году была раньше, когда вот озеро, получается, было. Я ныряла, дна не чувствовалось. Сейчас как бы, ну, чувствуется. Да, чувствуется. И тебе это не нравится, да? Да. Все. Печалька. Давай, раздевайся быстро и к корням. Нет? Вот так вот развалится садка? Да, да, да. Мы хайпанем с тобой. Вот. Как это выглядит. Очень красиво выглядят эти корни. Особенно, когда они становятся оранжевыми, самые Кипарисы. Это происходит с глубокой осенью. Выглядит это вообще как сказочный лес. Так что, в принципе, прийти, сфоткаться, это необычное место. Я вам советую. Тех, кто их видели в один промежуток времени года, приходите обязательно в другой. И берегите их. Потому что, как вы видите, несмотря на запреты, там тоже все вытопнуло. Это говорит о том, что люди все-таки там топчутся. Ну что, как вам Кипарисы? Печальны. Очень печальны Кипарисы, на самом деле. Очень жалко их. Им надо водичку. У нас есть фотографии в прошлогоднем. Они, конечно, выглядели более иначе. Они же так умруются. Что будем делать? Ну, у кого вытаскиваем? Мы? Зальем. Нет, ну честно, они переживали, девочки, уже не один раз. Затухи. Ну, тут, фу, вроде было все хорошо. Прямо такие? Прямо такие, даже сильнее. Дай бог, чтобы это пережили. Пройдем вокруг них, немножечко посмотрим с разных сторон. Раньше здесь был джипинговый маршрут, тоже как-то раз снимал. Там через леса подъезжали, становились сзади. Пройти прогуляться в лес здесь тоже можно, там интересные такие места. Если вдруг у вас много времени. Можно вообще взять палатку, пойти где-то отдыхать здесь. Маршруты, кстати, есть все там на картах. Смотрите, туристические там. Мапс, ничего не такое. Так, очень красиво. Их высадили в 80-е годы. Они прижились. Все вот в 2000-е стали достопримечательностью. Раньше, ну, Кипарисово озеро и Кипарисово озеро. Никто сюда никогда не ходил. Сейчас же здесь количество туристов зашкаливает. Если бы были катамараны, то здесь бы вообще все в туристах было. Потому что люди прям кайфовали приезжать на лодочке и здесь отдыхать. То есть, в принципе, очень красиво. Советую, приходите, гуляйте, наслаждайтесь. У нас, кстати, должны появиться новые Кипарисы, которые здесь самовысходились. Мы этого очень ждем. Потому что они зимний трой, сейчас подрастают. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо у них. Мы на это надеемся, ребятки. Хочется увидеть еще раз эту красоту в воде. Ой, озеро полное, да? Да, да, да. Озеро полное, на котором можно кататься. На лодках, на катамаранах. Девочки, прокомментируйте. Как водичка, пожалуйста? Сначала холодная. Сначала холодненькая, потом все кайфовая. Можно купаться, да? Можно. А глубина там докуда доходит? Вот смотрите, видите, второй буйок от него. Да. Там уже не достаете. А, то есть там глубоко все-таки. Глубоко, да. О, как. То есть для детей, наверное, опасненько будет. Для детей в самом начале нормально. Понял, а дно какое, камни или что там? Песок. Песок. Спасибо большое. Там стоят взрослые, там склизкий песок. В начале приятно. Понял. А с какого города кому привет передать? Из Москвы. В Москве хорошо отдыхаешь. Говорю, когда вам одни москвичи. А что вы тут все встали? Пошли дальше. Пешком, я сказал, худеем. Беги быстрее. Ускорение поймал. Без воды, еды и кофе нас держат. Вот, смотри, вдвоем летят. Лежаки, ребята, говорят, что никто денег не просил. Все, спокойно пришли, отдыхают. Вот так вот заканчивается наша прогулочка, ребята, с вами возле великолепного места. Место притяжения, которое люди сами себе придумали, сделали. Ходят теперь, получают удовольствие. Ну, если я человеку, берегите природу, не простайте мусор. Мусорки здесь есть по всему шруту. Все чистенько, красивенько. Дай бог, чтобы так и оставалось. Ну, и, конечно, ждем возвращения воды к Парису. Прошлый год, когда позапрошу не было воды, сюда привозили пожарные ее и заливали корни. Ну, в принципе, к Парису стоят, вроде бы живы, здоровы, не сохнут. Это самое главное. Водичка, в принципе, метра двух есть под землей, потому что озеро рядышком. Я уверен, что место, честно, стоящее для того, чтобы его посетить. А как вам? Если здесь были, напишите обязательно, понравилось вам или нет. Мне будет очень интересно это узнать. Не забывайте лайк, подписывайтесь и делайте репосты. Вот такие здесь кипарицы прекрасные. Вот такой вид. Открываю вот он наоборот. И забор телефон. Мы его не забываем. Всем привет передаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok